МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двухкомнатная свалка. Жители пятиэтажки в Днепровском районе Запорожья 12 лет борются с соседкой, которая все эти годы носит в квартиру мусор. Можно ли как-то повлиять на ситуацию? Узнавал Станислав Печурин. Дом номер 9 по улице Счастливой. В первом подъезде на третьем этаже живет женщина, которая собирает мусор и хранит его в квартире. С того рассадника мусора опасность есть любой заразы. Когда она приносит сумки с мусором, она их почему-то перебирает при открытой двери. Идем знакомиться с проблемной жительницей дома. Зовут ее Тайгина Федоровна. У меня украдены пенсии и украдены документы. И я не могу... Карточка банковая. Я не могу получить другую пенсию. Ни газом, ни электричеством она не пользуется. Где вы вообще еду готовите? У вас же что завалено? Еду я не готовлю. Как? А как вы питаетесь? Покупаю сметану в основном и мягкий хлеб, потому что у меня коронки еще слетели. Тайгина уверяет, мусор ей подбрасывает сосед, который живет этажом выше. Он сам мне сказал, что я тебя все равно убью. Ну, на смерть. Ему квартира нужна. Он все ключи украл с замками вместе. Два экземпляра. Потому что был один... А он у нас их украл? Уже, наверное, второй год. И не отдает. Пробраться вглубь жилья оказалось настоящим испытанием. Я же все вот так снимаю туда-сюда, вот это собираю, там, кто выбрал. Вот идите сюда. Иду. Пытаюсь. А зачем же вам столько вещей-то? Да это вот... Он же и приносит. Он у меня... Он лично... Лично мое... Вот подождите, вот это колясо у меня лежит, чтобы я не украл лицо. А вот вы можете просто наступать. Вот. Ну, подушку, чтобы вы не наступали. Наступайте на вот этот плащ. А у вас там еще одна комната, что ли? А? Вон там. Да. Под ногами ветошь, вторсырье и бытовые отходы. Где вы спите вообще? Покажите. Боже мой, да я же вас только пригласила за этим. Станьте вот тут, ну вот вы хорошо стоите. Повернитесь к стенке. Вот тут я и сплю. Вот мое платье, в котором я сплю, и укрываясь красным пальтом. Что же вы там не спите? Потому что его радиостанция, он же зомбирует меня. А-а. Вот. Стоит прямо вот там. Прямо на изголовье. Вот, значит. И он все время еще включает сипение. Это кухня. Ползают прусаки и роятся мухи. Ванная доверху засыпана пластиковыми бутылками. Пытаемся скорее покинуть свалку в квартире и выбраться на свежий воздух. Здесь собрались возмущенные соседи. Мы вам предложили вчера прибраться. Не кричите. Вот нечаянно. Видите, это... Так вот. И что? Пустая бутылка. Да не лёг. Пахнет чем? Чухиха. Как бороться с соседкой, люди не знают, но готовы помочь вывезти мусор. Вы вот расскажите нам, когда вы это все уберете? Ну, стараюсь. И должна убрать за два дня. Говорит, мусор уберет, если сосед новый не принесет. Я вам говорю, еще культи ко мне заносятся. Кто заносит? Сосед. Почему? Потому что он заботится обо мне, чтобы у меня были здесь пакеты. А почему соседу спросим у него? Ну, пойди. Идемте. Поднимаемся этажом выше, чтобы разобраться с соседом. Вы извините, пожалуйста, с больными людьми мне тяжело разговаривать. Во-первых, она ненормальная. Соседи здесь стоят, они прекрасно знают, какие пакеты с мусором я ей приносить могу. Мусор в квартиру женщина сносит в течение 12 лет. Людям невозможно жить в этом подъезде. Они все время жалуются, ну что можно сделать. Кооперативная квартира, приватизированная, участковый говорит, я ничего не могу сделать. Юристы советуют вызывать полицию. Те составят админпротокол и выпишут штраф. Каждому факту, выявленному таких действий, им следует незамедлительно обращаться в полицию, либо фиксировать самостоятельно, и потом передавать эти видеоматериалы полиции, которые приедут для того, чтобы по каждому факту составлялся протокол, протокол, протокол. Там небольшой денежный штраф, но я так понимаю, если это поедине систематическое происходит все время, то такие штрафы могут накопиться. Проверить психическое здоровье тайгины можно только с разрешения родственников. Но, как рассказали жильцы дома, дети отреклись от матери. Принудительно отправить человека на обследование нельзя. Полиция фиксирует, что именно этими действиями человек представляет угрозу для данных жителей. Оказать психиатрическую помощь можно по решению суда. Человек должен быть признан недееспособным, либо представляющим угрозу для окружающих. Если в его, ну, наверное, этих действиях есть предположение, на что он страдает тяжелым психическим расстройством и есть социально опасные действия, то мы обратимся в суд, в суд, на то, чтобы суд разрешил врачу-психиатру осмотреть. Если необходимо, можем предложить эту помощь пациенту. Если он откажется, это его право, и мы на этом закончим. Без решения суда или личного согласия человека оказать психиатрическое лечение невозможно. Станислав Печурин, Андрей Снесаренко, Руслан Шевченко, ТВ5. Новые маршруты, большие автобусы и проведение массовых мероприятий на проспекте Соборно. Эти и многие другие вопросы сегодня обсудили на заседании Запорожского исполкома. Какие изменения ожидают город в ближайшем будущем, знает Дарья Купличенко. В Запорожский горсовет все чаще поступают заявки от различных организаций с просьбой разрешить проведение массовых мероприятий на проспекте Соборном. И одно из обязательных условий – перекрыть движение по основной транспортной артерии города. Частое проведение подобных акций негативно влияет на жизнедеятельность города, считает Владимир Буряк. На заседании исполкома было принято открытое обращение к руководителям предприятий, учреждений, организаций, лидерам политических партий и жителям города. Просьба одна – воздержаться от проведения массовых мероприятий на проезжей части проспекта. Мы не обмеживаем свободу, права людей. Мы не делаем этим решением на какие-то там концессии, что одним можно, другим не можно. Когда будут какие-то заявки находит, то мы уже коллегально, членами выполнений, будем принимать те или иные решения. Много внимания уделили вопросам транспорта. В Запорожье открылся новый маршрут, который соединит Шевченковский район и старую часть города. Автобусы будут следовать от ЖД вокзала Запорожье-2 до улицы Богдана Завады. Этот маршрут накатывали три месяца. Очень большая количество заявок с благодарностью от граждан. Маршрут, как народным словом, «пишел». Мы будем подтверждать, пассажиры обслуживание по нему проведено. Будет обслуживаться средним классом автобусов и А-классом. Спринтера ездить по нему не будут. Обсудили и новые автобусы, которые перевозят пассажиров из Хортицкого района в центр города. На маршрутах номер 96 и 36 больше не будут курсировать спринтеры, а цена проезда снизилась до 4 гривен. Фирма выиграла с Богданом и выехала на этот маршрут, согласно пассажирам обслуживания. Вчера был первый день их выезда. И они будут обслуговать 5 лет эти маршруты, все два маршрута, 96 и 36. Совсем скоро в городе появится и новая остановка общественного транспорта. Там, в глубине парка, находится дом творчества, куда регулярно приходят на занятия около 2000 детей. И каждый раз они вынуждены переходить один из сложнейших перекрестков в районе Платины. Ведь ближайшая остановка общественного транспорта находится аж на проспекте Соборном. Запорожцы не раз обращались к представителям городской власти с просьбой помочь в решении проблемы. Поскольку речь идет о безопасности детей, в данной ситуации выход может быть только один. Организовать новый остановочный комплекс, подчеркнул Владимир Буряк. Соответствующие решения утвердили. Там должна быть остановка, потому что дети, которые учатся, которые там занимаются в тех кружках, которые там есть, для того, чтобы попасть туда, нужно пройти очень большой шлях от проспекта Соборного и назад до парка Металургов. Кроме того, на заседании было принято решение о ликвидации передвижного киоска, незаконно установленного на проспекте Металургов. Городской голова подчеркнул, в дальнейшем борьба с нелегальными мафами продолжится. Дарья Купличенко, Сергей Чалый, ТВ5. Как работает система? Два дня назад в Запорожье начал работу областной центр экстренной помощи и медицинных катастроф. Через сколько времени теперь будет приезжать скорая и какие еще новшества смогут ощутить на себе горожане, узнавали наши журналисты. Реанимационная бригада скорой помощи состоит из водителя, двух фельдшеров и старшего врача. На его мобильный телефон поступает вызов. Далее по громкой связи врач сообщает бригаде о выезде. Это мой бригадный телефон, который имею, да, только я как старший на бригаде. Мы получаем вызов на телефон, я подхожу, объявляю. Сотая бригада на вызов, сотая на вызов. И дальше мы следуем к машине. С момента принятого звонка до выезда скорой помощи проходит 2-3 минуты. Раньше диспетчер подстанции данные по вызову заполнял вручную, затем передавал информацию бригаде. Сейчас бумажной волокиты нет. Из центральной диспетчерской приходит СМС и голосовое сообщение с адресом и типом вызова. А теперь все на мобильный телефон. И уже после оказания помощи врач заполняет выездную документацию. Специалисты станции экстренной медицинской помощи работают круглосуточно. Выезжают в основном на несчастные случаи их тяжелым больным. Здесь базируются 7 специализированных бригад. 3 взрослых реанимационные бригады, 1 детская реанимационная бригада, 1 неврологическая и 2 психиатрические бригады. В течение 2 минут бригада выезжает на вызов. Каждая минута очень дорога для спасения человеческой жизни. Наш разговор прерывает сообщение об очередном выезде. Старший врач по мобильному телефону получает дополнительную информацию. Бригада занимает места в машине. Карета скорой помощи номер 103 готова к отправлению. Сейчас 10 часов и 10 минут бригада выехала на вызов. Отследить маршрут кареты скорой помощи, а также всю информацию о вызове, можно в центральной диспетчерской. Здесь специалисты принимают звонки и заполняют данные о вызове. Все контролируется с помощью компьютерной программы. Бригада вызов получила. Какая-то, Анечка, 320-я, да? И вот она уже стала с вызовом. Все, и пошел отчет времени, как она поедет на вызов. Мы решили проследить за работой бригады номер 103. С высоты упала женщина. На место экипаж скорой прибыл спустя 8 минут с момента выезда со станции. Данные зафиксированы. Сейчас в 10.08 получила, в 10.10 выехала. Да. В 10.10 приехала. Да, совершенно верно. Закончила работу в 11.01. 11.01 закончила, в 11.02 отчиталась. С момента выезда машины скорой со станции начинается отсчет времени приезда по указанному адресу. Норматив прибытия в черте города и за его пределами установлен в 10 и 20 минут соответственно. Ни доезда у нас не бывает. По сути, бывает массовый заход вызовов. То есть, простыми словами, есть 10 машин и 12 вызовов. Поэтому задача диспетчера, например, есть у нее две свободных машины. Заходят 4 вызова. Она должна понять приоритетность. Бывает другая ситуация. Два тяжелых вызова. Бригада одна. Тогда подключается старший диспетчер смены, старший врач. И может быть задействована бригада из нежрежащего района. Каждая машина скорой помощи оборуданного датчиком GPS. С помощью диспетчера мы решили отследить маршрут по спутнику. Вызов поступил из Запорожского района. Зашел вызов на пульт 103. Пульт же был передан диспетчеру направления. Диспетчер направления определил бригаду под номером 320. Назначил ей вызов. В данное время мы с вами видим движение по карте этой бригады к месту вызова. Каждый диспетчер должен хорошо ориентироваться по карте. В центр поступают звонки из Запорожья и близлежащих населенных пунктов. В планах охватить территорию всего региона. Вторым этапом пойдет уже подключение полностью всей области. Там, конечно, будет посложнее. Поэтому пока этот момент никто не форсирует. Проект есть. Он утвержден. Оборудование закуплено. Поэтому сейчас наша задача отработать то, что касается города. Если есть какие-то недоработочки, максимально их учесть. Валерий Калайтан, Александр Гоц, ТВ5. Собственный бизнес для военных. Желающих открыть свое дело становится все больше. Только за последнее время в Запорожский центр помощи участникам АТО обратилось более 50 демобилизованных военнослужащих с просьбой помочь открыть свой бизнес. В свою очередь представители городской власти пообещали предоставить возможность бойцам посещать обучающие тренинги и семинары по созданию и развитию собственного дела. Их также будут привлекать к участию в конкурсах бизнес-проектов. Нужно строить предприятие предприятия, чтобы оно меньше оподатковалось и приносило прибуток. Из-за своего бога, мы готовы проводить различные консультации за направлениями предприятия и предприятия, и департамент реестрационных послуг в системе местного самоврядувания. Гадаю, что тут в вопросах взаимодействия никаких не будет переговоров, но вы это знаете. Потому что реализуются певные общие проекты и адресные помощи. Трудятся и днем, и ночью. Работники коммунального предприятия «Запорожьэлектротранс» приступили к плановому ремонту трамвайного переезда в Шевченковском районе. Коммунальщики планируют заново уложить брусчатку на площади более 300 квадратных метров. Как проходят работы, видела Юлия Пасько. Пересечение улиц Корпенко-Карова и Магистральной. Тут находится один из самых оживленных перекрестков Шевченковского района. Уже пятый день тут трудятся работники «Запорожьэлектротранса». Камень за камнем коммунальщики заново укладывают брусчатку на трамвайном переезде. Здесь же частично заменят рельсы. Работы ведутся на площади около 350 квадратных метров. Мы собственными силами сейчас это все делаем. Сейчас люди занимаются перекладкой брусчатки. Она тут будет переложена, будет ровненькая, идеальная. Ну и, естественно, с заменой некоторых узлов трамвайного пути. Мы используем всю старую брусчатку, которой не будет хватать уже в конце перекладки. Мы тогда уже положим новую брусчатку. Безопасность на участке контролирует наряд патрульной полиции. На этом перекрестке очень оживленное движение транспорта. Поэтому многие работы приходится выполнять ночью. Основная часть людей работает ночью. И дополнительно есть бригада капитального ремонта, которая выходит. Те работы, которые связаны с центром перекрестка, выполняют их ночью тоже по перемощению брусчатки. Работа довольно сложная. Да, работа кропотливая. То есть каждый камень, который вытащили, нужно очистить и уложить обратно. В ремонте задействовано около 20 работников Запорож-Электротранса. Контроль на каждом этапе работ. Я сам без опыта сильно. Как вам объяснить? Главное, чтобы была привязка. Сейчас. Чтобы именно щели вот так совпадали. Ну, как представитель седома. Закончить укладку брусчатки на трамвайном переезде планируют к концу следующей недели. Юлия Пасько, Иван Демяненко, ТВ5. Фитнес для бабушек, авторские куклы. И о том, что заняться гимнастикой никогда не поздно. Мы расскажем далее. Будет интересно. Светилище-обсерватория. В Запорожье хотят восстановить украинское этносело. У нее есть шанс услышать. Маленькая дочка ветерана АТО нуждается в помощи. Поздравление победителей. Баскетбольный сезон в Запорожье завершился феерическим событием. На ужин изобретение. Инженер сначала заставил картофель доехать до духовки, а потом съел его. Каким оно может быть? В Запорожье хотят восстановить украинское этносело. В Гнаровском активная общественность хочет построить святилище-обсерваторию. Пока идея находится в разработке, но о своих задумках активисты рассказали нашим журналистам. Создать этносело хотят с постройки обсерватории именно на этом месте. Ведь оно обладает огромной энергетической силой. Эта территория в селе Гнаровском пустует долгое время. В прошлом году общественники предложили построить здесь объект дохристианской культуры – обсерваторию, которая показывала бы четыре сезонные ипостаси Бога Солнца. Это будет коло из 12 каменов больших каменей, которые будут означать каждый месяц, год. И будет изображение образов Солнца. На этом месте, говорят этнологи, когда-то была обсерватория. Она помогала людям ориентироваться, когда нужно сеять и собирать зерно. Обсерватория существовала для того, чтобы помогать людям ориентироваться в роте, чтобы людей не было там понедельник, а вторник. Вода занимает особое место в славянской культуре. Она означает жизнь. Поэтому место расположения обсерватории специально выбирали возле пруда. И вот это речное коло, как раз, и мы хотим тут отображать. И самое главное, что мы ставим в центре образа Солнца – это огнище, это зародок Солнца. Пока создание святилища обсерватории только в планах. Эту землю хотят выкупить. Тогда активистам не удастся воссоздать историческое место. Если мы играем, эта земляная отделка уже выделена под обсерваторию. Будет по ней проводиться проектные работы с землеустроенной компанией. Обязательно будут задеяны материальные наши возможности и финансовые возможности нашей сельской ради, нашего коммунального предприятия, которое разрешено и работает у нас на территории. И не выняток, а даже, может, один из главных пунктов – это финансирование спонсорское. Пока длятся разбирательства с этим земельным участком активисты не опускают руки. Воскресенье здесь, но пока на необустроенной обсерватории пройдет масштабный фестиваль Ивана Купала. Вот так это было год назад. Седония Ракелян, Анлис Несаренко, ТВ5. Девятимесячной дочери ветерана АТО Николь Кирик требуется помощь. У девочки двухсторонняя сенциневральная глухота четвертой степени. Для восстановления слуха ей необходима кахлеарная имплантация стоимостью 60 тысяч евро. Такая сумма для семьи военного просто неподъемная. Анна Кирик, мама девятимесячная Николь, говорит, в феврале этого года состояние дочери резко ухудшилось. Сначала врачи поставили диагноз пиеланифрит. В четыре месяца поднялась температура высокая, держалась два дня, и мы решили ложиться в больницу. Приехали в больницу, нас положили и поставили диагноз пиеланифрит. Ребенок стал очень вялый, она не держала голову, отказалась пить, есть, практически лежала, спала и кряхтела. Врачи выписали Николь антибиотики. Лечение длилось на протяжении двух недель. Но после выписки из больницы Анна заметила, что дочь перестала реагировать на какие-либо звуки. Тогда родители забили тревогу, и уже после дополнительных обследований медики поставили Николь новый диагноз. Двухсторонняя сенционевральная тугоухость, глухота четвертой степени. Мы приехали домой, через пару дней я заметила, что ребенок нас не слышит. Она перестала реагировать на звуки, вообще, к ней обращаешься, она не поворачивается в ту сторону. Сейчас это все под вопросом, почему так произошло. Возможно, был неправильно поставлен диагноз. Сейчас этого никто не может сказать, никто не может доказать что-то. Поэтому все это последствия болезни. Чтобы вернуть Николь слух, необходимо сделать дорогостоящую операцию. Вживить кахлеарные имплантаты. Их стоимость 60 тысяч евро. Такая сумма для семьи Кирик неподъемная. Поэтому сейчас девочка носит слуховые аппараты. Это не приговор. То есть на данный момент делают операции, которая называется кахлеарная имплантация. Она возвращает слух на 95%. Это специальная система кахлеарного импланта, которая является улиткой и является заменителем слуха для ребенка. Такие дети быстро развиваются. И они интегрируются в общество. И ребенок вовремя начинает разговаривать. До года. До года, если ребенок одевается слуховой аппаратой, то тоже очень хорошо. Но тем не менее, все равно это как бы несовершенно. В любой ситуации, будет ребенок имплантирован или нет, нужны занятия. Ежедневные, ежедневные занятия. За несколько месяцев в семье Кирик уже удалось собрать 9 тысяч евро. Сергей Папа Николь говорит, он ведет специальную тетрадь, где записывает всех людей, которые не отказали в помощи, чтобы потом его дочь после выздоровления смогла всех поблагодарить. Мы психологически готовы к этим трудностям. И мы понимаем, для чего мы это делаем. На самом порядке, как я скажу. Прежде всего, мне будет... Я себе поставил задачу дойти до конца. Я поставил задачу, и я знаю, что мы выполним это. Чтобы люди видели, куда потрачены деньги, кому они помогали. Чтобы помочь семье Кирик собрать необходимую сумму для операции, вы можете позвонить по номеру телефона, который видите на экране. Евгения Ли, Андрей Снесаренко, ТВ5. Что вы знаете о создании текстильных кукол? Казалось бы, достаточно просто уметь шить. Но это не так, говорит мастерица Людмила Позывайло. За свою жизнь она освоила немало техник рукоделия. Это и вязание, и бисероплетение, вышивка и многое другое. Это история о том, как желание иметь оригинальные игрушки переросло в смысл жизни. С мастерицей и ее работами познакомит Ольга Васильева. Знакомьтесь, это девочка Лето. А еще в домашней коллекции Людмилы есть клубничка, гномиха, дьякон, салоха, казак, мадам Брошкина. А одна из этих двух украиночек поедет жить в Германию. С самого детства у Людмилы были эксклюзивные куклы. И не потому, что ей привозили их из зарубежья. Она создавала их сама. Я сама себе куклы сшила. Поскольку игрушек очень мало было, мне очень нравилось, я сама себе сшила. Куклы я сшила, ну, я даже не знала, что это у меня было наподобие, как вот эта наша кукла народная, мотанка. Но я там ей ноги пришивала, руки. В общем, как я хотела, как мне виделось, так и делала. Шли годы, у Людмилы появились дети. И у них всегда были игрушки, которые нельзя было купить в магазине. Ну, детям сшила. Особенно вот мягкие игрушки, такие как медведи, там, кот в сапогах, лиса, поросенок. То, чего нельзя было купить в магазине. Если одну куклу можно сделать всего за пару часов, говорит мастерица, то над некоторыми приходится трудиться несколько дней. Есть очень сложные куклы. Вот, вот эта вот кукла сложная. Вот, это у меня мадам Брошкина. Это сложная кукла уже. Здесь идет техника совершенно другая. Здесь вот прошитые глаза, нос. Это идет уже как бы текстильный, как скульптурный текстиль. Вот, но, хотя нет, я не делаю скульптурный текстиль. Но вот это вот можно отнести. Людмила абсолютно все делает сама. Туловище, одежду, аксессуары, волосы и даже обувь. Мастерица не использует шаблоны. Поэтому каждая кукла индивидуальна. Потому что я не рисую через трафарет. Я рисую так, как оно у меня получается. То есть я взяла уже голову, прорисовываю ее сразу и все. Поэтому они не могут быть одинаковыми. Для этого мастерица использует специальные краски для ткани. После прорисовывания – обработка. Я проглажу утюгом. Некоторые куклы, которые вот интерьерные, там у меня есть клей ПВА. И я прокрашиваю клеем ПВА лицо. Для того, чтобы оно, ну как, если кукла интерьерная, она вот стоит и не играется. Пыльше будет, чтобы ее можно было легко. Шьет Людмила на ножной машинке, которой уже более 50 лет. Это тоже придает ее работам некий шарм. Куклы получаются с характером. И дыхание, и это моя жизнь, можно так сказать. Потому что вот в этом я и расслаблению, и счастье. Это моя жизнь. Ольга Васильева, Игорь Бахиркин, ТВ5. Картофель – друг человека. Инженер создал из овоща электронного питомца, способного передвигаться. Изобретатель говорит, что подарить жизнь овощу способен буквально каждый. Достаточно оснастить картошку парой электродов, микросхемой и конденсатором. При помощи своей батареи картошка может передвигаться на небольшие расстояния, преодолевая до 8 метров в день. Своего питомца инженер назвал понтусом. На видео видно, что картофель способен сам добраться до духовки и даже заехать в нее. Правда, финал для овоща не наилучший. В конце изобретатель полакомился уже запеченным картофелем по имени Понтус. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Для вас в студии работала Алена Матвеева. Хороших вам выходных вместе с ТВ5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова